Среди нас, дорогие друзья, не скрою, есть люди, умеющие рифмовать. Некоторые из них с бородами, некоторые без, но это не важно. И я хочу начать с того, что хочу наградить одного из этих товарищей, без бороды которой. Согласно каждому, воздашься, как говорится, как записано на скрижалях, каждому воздашься, согласно грехам его. Вот этот замечательный офицер согрешил, он написал несколько песен, несколько десятков даже, я вам сказал. И стал лауреатом фестиваля «Влюблено», который называется «Люблинская осень». Поэтому я под ваши аплодисменты хочу... Антон, у тебя какое крайнее звание? Капитаном. Капитан. Я думаю, что он уже подполковник. Гвардии подполковник, потому что по сумме затрат, я думаю, что товарищ Алексеев награждается кубком. Лауреат второй степени, второго московского фестиваля авторской песни «Люблинская осень». Аплодисменты. Ну и пока вы раздеваетесь, дорогие друзья, шампанское, да, обмывать нужно. Я хочу попросить товарища Алексеева спеть лауреатскую песню, которую он спел в этом самом нашем фестивале. Иди сюда, одевай гитару. Дорогие друзья, с Алексеем мы познакомились, с Антоном мы познакомились достаточно давно, лет сто назад. За это время он себя закриминдовал как воспитанный человек. То есть он не лезет сломя голову к микрофону. Он очень все делает хорошо и правильно. У него есть одна из песен его, которые вот я услышал в ранний период своего творчества. Это, кажется, его. Да, «Звезды на погоду». Я так понимаю, что здесь военные собрались, да, кто в армии служил, поднимите руку, пожалуйста. Один раз. Спасибо. Да, кто в армии служил, так все-таки не смеется. Давай. О, пошел. Песня, в общем, так и называется. «Звезды на погонах». Пересчитайте «Звезды на погонах», как много их, каков у них размер, во скольких отдаленных гарнизонах служил один и тот же офицер. Когда себе профессию он выбрал, как много сил потратил для того, что получил познание отчизны, что смыслом жизни стало для него. Не на дорожках, на ковровых карьеру делаем себе. Пыли и грязи полигонов мы каждый день, мы каждый день, есть две семьи у офицера. Одна, которая с детьми, а та другая под прицелом. В горячих точках в наши дни, и ты люби их обе, ты люби их люби. Ведь без любви не будет этой силы, способной уберечь нас на войне, способной сохранить порядок в мире, не дать взорваться хрункой тишине. Но дать понять взбесившимся шакалам, чей злобный хрип мы слышим вновь и вновь, что честь мундира ходовым товаром не будет никогда. Как и любовь не на дорожках, на ковровых карьеру делаем себе. Пыли и грязи полигонов мы каждый день, мы каждый день, есть две семьи у офицера. Одна, которая с детьми, а та другая под прицелом. В горячих точках в наши дни, и ты люби их обе, ты люби, люби. Не на дорожках, на ковровых карьеру делаем себе. Пыли и грязи полигонов мы каждый день, мы каждый день, есть две семьи у офицера. Одна, которая с детьми, а та другая под прицелом. В горячих точках в наши дни, и ты люби их обе, ты люби, люби. Игорь Николаевич, вот понимаешь, не только ты один классик, вот эту песню я услышал на четвертом курсе своего замечательного института имени Можайского. Оказывается, сочинил ее не ты и не к ночи, не к ночи будь помянутый Верстаков, который заболел сегодня заразой специально, чтобы не пить. Сочинил ее простой русский подполковник. Ну что, дорогие друзья, товарищи офицеры, прапорщики, сожлатые сержанты, а также члены их семей. Хочу сказать, что военные песни, это, в общем-то, конечно, не творчество, это просто попытка сохранить свою душу в нетленности от всех нынешних наших радостей, от всех нынешних наших горестей. Ну и вот то, что мы сегодня будем показывать, это есть наша с вами жизнь, та, которой хочется возвращаться, чтобы было все хорошо, чтобы чувствовать это замечательное мгновение боевой жизни, которые с нами были. Ну, вообще, конечно, я хочу сказать, что наши концерты «Батальонная разведка» это вещи, лишенные пафоса. Вот, это встреча друзей, поэтому первая песня будет вот такая. Я главная деталь от БТРа, я основная часть подводной лодки, необходимый агрегат ракеты, из самолета главный элемент, а также я приставка для лопаты, саперной, штыковой, ну и совковой, и кисти по поверхности водитель, и тряпки тоже только половой. А также я начинка для мундира, колодка для сапог или ботинок, и автомат для отдавания чести, и место в трехширенинжном строю. А также я объект для воспитания, а также воспитатель сам, конечно, и фактор человеческий важнейший, ну и Кобзон, когда со сцен поют. Ну вот и вся военная карьера, плюс планы отпуска и море водки, основы адекватного ответа, что мы дадим врагам в один момент. А вот пойдем сейчас и перекурим, и кислородом через фильтр подышим, пока начальство в водную рожает, чтоб нам мозги окончательно свихнуть. Мы ко всему готовы, что ты, Шурик, пусть у кого-то там поедет крыша, а нам одно единственное надо под галстуком рубашку застегнуть. А мы с тобой сумеем все, конечно, и будем по любой команде к месту, от мироздания тайных состояний до содержания мусорных бачков. И нас тупик ни разу не поставят начальники свои, враги чужие, поскольку мы заранее готовы к тому, что быть не может никогда. Ура, товарищи! Моя военная карьера, моя зеленая рубашка, мои наглаженные бруки, фуражка, пропуск и печать, в квартиру будущего вера, с которой ничего не страшно, за исключением боязни от мирной жизни одичать. Ну и... 28 лет я езжу при Ребросе, и там есть люди, которые... Там и здесь, и везде есть молодые люди, которые называют себя экстремалами. Что делают экстремалы? Они обычно одевают коньки роликовые, надевают на себя всякие пластмассовые штучки и катаются по Москве. Когда они устают экстремальничать, они подходят, едят мороженое, садятся в метро, снимают коньки, и экстремальность заканчивается. А я вспоминаю судьбу своих боевых товарищей, которые просто живут офицерами, да, жили, ну и живут, собственно говоря. И вот из просто механического сравнения того, что происходит с этими экстремалами и с этими, ну имеется в виду молодежь вот эта, да, и... Возникает такое интересное ощущение, которое я попытался передать в этой песне. Ничего не болтается в ухе, ничего не висит на носу. Но зато есть хорошая муха, РПГ-22, да, знаете, да. Этой мухой я духов пасу. Я не прыгаю с горки на лыжах, не пускаю оранжевый дым. Я могу сделать дело и выжить без еды и почти без воды. Не летаю на джипе прикольном сквозь искусственных ям пузырей. Я на бетре по минному полю шустро еду с трехсотым внутри. Я не лезу, пока не попросят, посмотрите, какой я крутой. Я набитый взрывчаткой Ми-8 посажу с перебитым винтом. Кто чирикает мелом, кто под ухом жужжит. Все военное дело, экстремальная жизнь. Ты без лирики всякой, Николаич, просто должен суметь. Так как следующим шагом экстремальная смерть. Хороши экстремальные штучки, но я знаю, покруче браток, Как семью прокормить без получки и все сделать в положенный срок. Чтоб ни вором, ни став ни уродом, Сохранив выражение лица, Среди нашей родимой природы Сделать дело свое до конца. Ваша смелость, залитая краской, Словно жизнь на экране в кино. И хмельные, красивые сказки, Пепси-кола с крепленым вином. В этой модной, раскрашенной теме Каждый кушает то, что нажил. У тебя экстремальное время, А у меня экстремальная жизнь. У тебя экстремальное время, А у нас есть экстремальная жизнь. Кто чирикает мелом, Кто под ухом жужжит. Все военное дело, Экстремальная жизнь. Ты без лирики всякой Просто должен успеть, Так как следующим знаком Экстремальная смерть. Спасибо. Да. Ну а что тут? У нас главные качества, товарищи. Какие главные качества нормального русского человека? Это терпение мужчины. У женщины, у них все качества есть. Они красивые и умные. Аплодисменты женщине. А у мужчин два главных качества – это терпение и оптимизм. И каждое качество друг друга, вот как мама в папу втыкается, да, И подпитывает одно другое. Терпение подпитывает оптимизм и наоборот. А если чего-то не хватает, значит, надо уезжать тогда отсюда. Тут так без этого не удерживаешься, по-моему. Ребята, я хочу третью песню, как положено, спеть третью песню. Посвятить ее Серёде Мельникову, который ушел из жизни год назад. Посвятить ее всем нашим товарищам, которых сейчас с нами нет. У кого есть рюмка, налейте, пожалуйста. Потому что третий тост. Я сейчас буду песню петь третью. Вот. И вспомните, давайте. Давайте вспомним сейчас. Вот декабрь месяц. Московская битва была. И мы находимся в месте, где люди, которые копают каждый год. Вот я говорил, в этом году они выкопали около четырехсот человек. У них было всего десять медальонов. Прочитать удалось всего два. Все остальные безымянные деревья. Всем нашим посвящается. Всем, кто на нас сегодня смотрит с неба. Вот. И кто, наверное, помнит. И кого мы не имеем права забыть. Когда мы вернемся с войны, Красивые и молодые, Овеяны дымом побед, Покрыты окаленный ран. И будут награды сиять, И волосы наши седые. Когда мы вернемся с войны, Под марши и крики «Ура!». Когда мы вернемся с войны, Нас встретят хлебами на блюде. Нам громкие скажут слова, Как правильные мы нужны. Мы были надеждой страны, Останем нормальные люди. Нам выпить бы и закусить, Когда мы вернемся с войны. Когда мы вернемся с войны, Все девушки будут прекрасны, Все женщины будут милы, Доступны тихи и нежны. Мы будем их вечно любить, И черных, и белых, и красных, И утром, и ночью, и днем, Когда мы вернемся с войны. А там, высоко над землей, Над самой высокой вышкой, Кому и куда повезло, В раю или, может, в аду, Уйдя из разорванных тел, Погибшие наши братишки, Внимательно и свысока Нас видят, и слышат, и ждут. А мы похмелимся с утра, На форме заштопаем дырки, И снова суровый приказ За Родину в бой поведет. Но все же наступит пора, Фураш-Тель там без козырде, Однажды когда-нибудь все Мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны. Спасибо. Спасибо. Отсадимся. Семьдесят лет назад, под Москвой, Произошло очередное чудо, которое происходит В России всякий раз, когда с ней начинаются проблемы. Вот. Самая сильная армия мира, в которой участвовала 22 страны, и представители 400-миллионной Европы, Там были все, судя по количеству пленных, По качеству пленных, точнее, я читал списки, Там были датчане, голландцы, французы, Евреи там были даже. Все были. Да. И вот против этих всех людей Наша Советская Родина, Которая жила 180 миллионов человек, Она должна была, конечно, проиграть эту войну. Но она победила по непонятным причинам. А началось все это здесь, под Москвой. Никто не верил, что мы в Москву стоим. Вот. 7 ноября парад в Москве состоялся, Который продолжался всего 30 минут. Главный парад был в городе Куйбышеве, Который шел два с половиной часа. Там было много народу. Самолетов летало 600 штук. Но то, что произошло в Москве, Это, конечно, чудо, Потому что от Московского Кремля До линии фронта было 6 часов езды на легковом автомобиле. Что такое 6 часов езды? Что такое? Это даже не оперативная глубина, Это тактическая задача, Которая может решить... Полком можно, в принципе, было задачу решить. Но ее не решили. Почему не решили? Господь знает. И эту часть своего концерта Я хочу посвятить нашим с вами родственникам, Которые вот этот город отстояли. Под листопадом перешепот Палевый, Под осенью волшебные торжества, Уходит на войну Москва Цветаевый, Уходит Пастернакова Москва. И репины идут, и гилеровские, Торжественный и неумелый строй, И затихают улицы московские, Наполнив ожиданием воздух свой. Уходят и строги, и опоясаны, Веселые, смешные чудаки, И затихают тополи, и ясени, И двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные, Все, получивши звание солдат. Ведь сказано, вставай, страна огромная, Садовая Пречистенко Арбат. Уходят не за званием, не за славою, А потому что стало нелегко. Уходит Агранович с Агуржавою, Ваншенки, Далматовский, Михалков. Ведь все, кто перед ними перебили, Сил не хватило веры или ума. Ведь против них сегодня Гёте с Шиллером, И Лагнер, и Бетховед, и Ремарх. Идут волоколамками, таганками, Бемоль, санскрит и римские права. И будут их давить под вязьмой танками, И в контратаках шмайсерами рвать. И мёрзлая земля, взрывов вмятая, Примет творческие их пути. Идут, но всё же в мае сорок пятого, В Берлину в ополчение пойти. Спасибо. И сразу же, ребят, послушайте, Написал совсем недавно, тёплое ещё. Называется, вот эти люди, которые туда пришли, Посадили их в окопы. Ничего они не умели в жизни, ничего не умели. Я был знаком с одним командиром богообочного полка. Он говорит, я построил свой полк, 1684 человека. Кто, говорю, служил в армии, сделай шаг вперёд. Один человек вышел вперёд и тем служил. Он говорит, я ездовой был в Первомировой. И вот они под Наруфоминск пошли, По дороге учились, стреляли по всему, что летало. Вот, чтобы научить их хотя бы там... Полк не галубочный был, извините, А зенитные артиллерии, 57 миллиметров и 85. Вот. И вот пришли и встали на позицию. Немцы на них наступают. Они два танка сожгли, два орудия потеряли. И стали отступать. Отступили через речку Нару. Вечером, говорит, приходит ко мне командир батареи и докладывает. Товарищ капитан, у него звание было капитан. Ему полк дали. Товарищ капитан, одно орудие оставили на той стороне реки. Он говорит, как оставили? Забыли, говорит. Ну, говорит, брат, вот если ты до 7 часов утра орудие не перетащишь, я тебя вынужден буду расстрелять. Я говорю, и что, расстрелял? Он говорит, да. А как еще? Если он из четырех орудий одно оставил на той стороне, как он его мог оставить вообще? Ты вообще кто вообще? Ты где вообще находишься? И чего? Говорит. Вот. Да. Потрясающий мужик, начальник кафедры артиллерии Академии Фрунзе, генерал-майор Кобзев. Может, кто-то его и знает из здесь присутствующих людей. Вот. Ну, и вот песня «Атака» называется. Я прошу прощения, она новая еще. Еще. Ну, что такое МГ-34, вы знаете? МП-34, вы знаете, да? Машина-пистолет. То есть это пистолет-пулемет. Вот. А МГ-42 тоже знаете, что такое. Машина-гивер. Вот. Нас ждет так много в этом мире. Нас ждет так много в мире. Воронки и трава. МП-34. МГ ждет 42. Махорки-самокрутка. Колючка их ежей. А через две минутки ничто не ждет уже. Мы поднялись оттуда, где лежали. Мы не кричали громкое «Ура!» Мы просто быстро, как могли б бежали. Куда бежали все еще вчера. И не свернуть, куда бы ни свернули. Теперь все просто. Пан или пропал. А у виска уже запели пули. И кто-то рядом скрикнул и упал. И слава Богу, повезло с погодой. Видать, над нами сжалилась она. И грязи цвет, подаренный природой, Похож на цвет шинельного сукна. И на меня бегущая траншея Взрывается фонтанами огня. И ощущаю непобритой шеей, Как все это в меня, в меня, в меня. А я еще живой, с обритой головой, С обмотками поверх своих ботинок. И трехлинейкий штык. Похож на мой кадык. Такая вот военная картина. И немец в касте бьет меня лопатой. А я в ответ колю его штыком. А он орет, зараза, нашим матом. Наверное, попал не глубоко. И кто-то мне в упор стреляет в спину. И по плечу бежит горячим кровь. Но я траншею эту не покину. Мы или нас такая вот любовь. И больше нет ни танков и ни пушек. И что Манштейн, что Иисус Христос. А кто кого в траншее передушит? Вот главный единственный вопрос. А впереди уже края окопа. И из него стреляют мне в лицо. И пальцев не смываемая копоть. Гранаты тянет жесткое кольцо. И выдыхает взорванным тротилом Расчищенный траншейный пятачок. Ну вот меня как будто бы хватило, Чтоб метров рейха сократился счет. А ветер рвет легко. Край серых облаков, Похожих на немецкие шинели. И что они и говорили, им дали прикурить. Мы этот раз с тобой, брат, сумели. Я сукно расстрелянной шинели, Стираю пятна крови со штыка. Сегодня мы дойти сюда сумели. И живы мы, и целы мы пока. И не могу ни хохотать, ни плакать, А просто протираю пулемет. Сейчас они пойдут на нас в атаку. Пускай Господь удачу нам пошлет. Пускай Господь удачу нам пошлет. И тихо матерясь, Связисты тянут связь. И старшина нам раздает патроны. И бим сдавил плечо. И в нашу пользу счет. Вот эпизод московской обороны. Московской обороны. Московской обороны. Ну что, конечно, работать надо. Ну вот, примеры песни. Ну и сразу же третья песня такая. Вот из этого цикла. Поскольку я эти песни все числю в одном блоке. В одной обойме. В прошлом году Господь мне послал бойца, Которого я собственноручно выкопал под городом Зубцовым. Вот. Совершенно случайно. Как я его нашел, я сам не понимаю. Вот как мне говорили пацаны, которые копают постоянно. Они говорят, он тебя сам нашел и к себе привел. Вот. У поисковиков есть своя собственная культура. У них есть свои истории, свои рассказы. Вот. Когда говорят. Чтобы копать, им нужно специально на разведку ходить. Миноискателями там прощупывать что-то. Вот. И. А мы пошли просто без всякой разведки. Вот. И. Вот один из пацанов мне рассказывал. Я говорит. Сплю в лагере. В лагере обычно не копают. Сплю в лагере. Мне снится ночью, что стоит боец возле березы. Прям возле палаты. И говорит. Вот я вот здесь лежу под березой. Копай. Я говорит. Утром встал. Еще зубы не почистил. Вот. Начал копнул. А там действительно каска. И человека выкопал. То есть такие вещи, которые. Ну вы знаете, кто воевал. Там уже непонятно, где жизнь, а где не жизнь. И вот такая песня. А он мне снился третий день, вернее снился третью ночь. Сперва я думал, трепетень. И отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари. Плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил. Ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещь, мешок. И две гранаты РГД. Сосенки ствол карандашом. А возле них мой юный дед. Пропавший без вести войну. Пробелом между страшных строк. Ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день. И электричку, и такси. И взгляды сонные людей. Помилуй Боже и спаси. И я как будто бы здесь жил. Узнал окопчик под сосной. И вдруг ночные миражи. Всплелись виденья одно. И старый кастер ржавый бок. А лезвие заскрежетал. И в руки мне подземный ток. Потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин. И я почуял боя злость. Идитех трассеров огни. Меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине. И время свой прервало бег. И я почуял как ко мне. Подходит сзади человек. Ладонь кладет мне на плечо. И обернуться я не смог. И налетило горячо. Спаси Господь тебя сыном. Поиски потерянной памяти. Поиски потерянной жизни. Слишком непростое занятие. Если это делать серьезно. На страны расселенной скатерти. Снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание. Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя сынок. Спасибо. Ну вот спасибо подошли. Сказали что есть песня про танковую атаку. Я всегда ее, если вы позволите, спою. Потому что я ее люблю. Очень много мистик чувств, по-моему, да? Сейчас снимается фильм П-34 против Белого тигра. Ну вот как бы получилось, что все люди, которым 50 лет, они примерно думают одинаково. Видимо. Красная ракета и до пола газ. Мы не видим света, свет не видит нас. В триплексах летает небо и стерня. Ну давай, родная, вывози меня. А в прицеле скачет прямо над стволом. Ближняя задача роща за селом. Нам проехать шутка полторы версты. Только в промежутке на броне кресты. Кто второй, кто первый, все не для меня. Ты снаряд пантеры, выдержи броня. Пусть поможет либо дьявол, либо бог. Чтоб под их калибры не подставить бог несет нам в лица. Ветер встречный, калибры вражеских стволов. Мы будем жить легко и вечно. Нам только б это взять село. Из-за ближней хаты чей-то длинный ствол. Ну давай, ребята, загаси его. Все равно, какой мне там в прицеле зверь. Выстрел бронебойный разберет теперь. Хруст немецкой пушки треснувших костей. Цифры на вертушке, счетчик скоростей. Ты давай, зараза, в рычаги играй. Только ногу с газа, брат, не убираем. И ударения пора ставим. А скорость ноты разберет. И тридцать тонн уральской стали Летит вперед, летит вперед. И тридцать тонн уральской стали Летит вперед, летит вперед. Трассеры снарядов, огненный кубок. Вот кому-то рядом залепили в бок. Полыхнула разом в небеса свеча. Мы за вас, ребята, валим им сейчас. Тишина запела, звонами в ушах. Но еще летела на броне душа. На небе гуаши, господа, купель. Вся бригада наша, пять машин теперь. А когда затихли взрывы и стрельба. И горела тихо ближняя изба. А над черной сушью выжженной травы Тихо плыли души мертвых и живых. А в облаках цветут гуаши. А над рекой полоска ржи. И это поле снова наше. И мы с тобой смогли дожить. И это поле снова наше. И мы с тобой смогли дожить. Еще одна песня про танки. В ней есть неформальная лексика. Я очень извиняюсь, Юра. Мы не будем ее писать. В 2002 году под городом Псковом из болота вытащили танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода. Начало Великой Отечественной войны. Когда не было цветных металлов, не было стекла, не было ничего кроме героизма. Ну и, соответственно, в танке было пять катков. Вы знаете, Т-34, пять основных катков. Из которых резину имели только два. Все остальные были сделаны железные, как у паровоза. Вот. И потрясающая совершенно машина. Когда ее... Мне посчастливилось в ней посидеть. Буквально ее вытащили, почистили, помыли. И она стояла во дворе музея. Директор музея Володя Рыжов открыл верхний люк. Я туда залез в белых штанах. И самое потрясающее было, это запах солярки. Я говорю, а что вы ее заправлялись, что ли? Они говорят, нет, это вот та солярка 42-го года выпуска. Это было, ребята, такое впечатление, что дедушка мой как будто бы сзади встал, мне руку на плечо положил, которого убили 29 июня 41-го года. Вот. Ну и песня про танк, про сентябрь, да и про нас, про всех. Потому что танк это, конечно, это не просто кусок железа. Это мысли, это лучшие мысли лучших людей каждой страны. У немцев свои танки, у нас свои, у англичан свои. И вообще все это, все это. Меня подцепили за оба крюка, расклеила веки трясина. И я увидал над собой облака, и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака, и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я, ё твою мать, и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы. И всей из бригады, но лишь одного, меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Призон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови из солярочной брели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я брошенный в землю, военный посев, я памятник сгинувшей роте. И мирная техника прет по шоссе. Поскольку я был в том болоте, я с пушкой торчащую наискосок. Для вас непонятен и страшен соляркою пахнущий правдой кусок Истории Родины нашей, что я уцелел. Экипаж виноват, да наша смешная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года! Я танк, я убитый, воскресший солдат Второго военного года Я дед твой убитый, воскресший солдат Второго военного года Рассказ ветерана Рассказ ветерана, про что? Может быть мы воевали Ну да, ну давайте, хорошо Если вы не устали еще от военной темы От Великой Отечественной войны То я, наверное, тогда Он жил во вредную эпоху Насквозь прошитую войной Где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном Где так стремились к коммунизму, не замечая прочих нот Что начинало кровью брызгать из лязгающих шатунов Он дебри перешел лесные 39-х и 7-х Когда бросала в ночь Россия своих героев фронтовых Набитый мертвым комп составом Знакомых множество его Тот брелом с дурной славой Ему не сделал ничего Другие приходили годы Сквозь Халхингол и Южный Буг Врывались странные народы В его звенящую судьбу Дрожало тело от ударов В атаку беды шли кольцом И отблеск танковых пожаров Ложился меди на лицо Входили в линию прицелов За высотой и высота Его крушили батареи, бетон и круповскую сталь И через странные границы То навесным, то просто в лоб Вели истории страницы Калибрами своих стволов Да, столько дел он сделал разных И путь свой собственный тавил Не просто выполнял приказы А думал, взвешивал, творил Не стал ни славой, ни калекой Привычным схемам вопреки Оставшись просто человеком С мужским пожатием руки Может быть мы воевали неправильно Может быть мы воевали неловко Не успевали всех вытащить раненых И наступали без артподготовки Верили вслепо в теорию книжную С криком неверным в атаки ходили Только вот мы победили и выжили Только мы выжили и победили Выжили через победы великие Всех от комрот до товарища Сталина Мудрые через приказы и детей И через крупа и тисы на стали И через русскую неосмотрительность Через немецкую их аккуратность И нарожали всех вас ускорителей И перестройщиков, и демократов Это ведь мы Не сгоревшие в танках Выжившие В полевых медсанпатах Это ведь мы Лет военной подранки Это ведь мы Это мы в сорок пятом Время летит, как его нестреноживые Мы уступаем рули в своих лодках Как вы сумеете, стюжите, сможете Время ли в вас, или вы его все-таки Через премудрости, через нелепости Очередные политиков, измы Хватит ума ли у вас, хватит крепости Место свое отстоять в этой жизни Мы иногда поворчим по-отечески Только поймите В бараках или банках Если сумеете по-человечески Значит, не зря мы ложились под танки Значит, не зря были марши парадные Мертвых живыми Пусть души не маются Только бы жизнь была у вас Ладная И все равно, как она называется Это не мы Не сгоревшие в танках Выжившие В полевых медсанпатах Это не мы Лет военной подранки Это ведь вы Просто вы в сорок пятом Красиво флаги развернув И гордо застегнув мундир Мы победили в ту войну Мы проиграли этот мир Себя так просто обмануть Закрыв ладонью пару дыр Мы победили эту войну И проиграли этот мир С похмелья жизни Развернуть свою судьбу И сверху к Господу видней Мы воевали за страну А оказались вдруг в говне Поможет пряник или плеть Авось Господь свиней не даст Нас будет некому жалеть Ведь на земле не будет нас И будет некому рыдать И некому кричать вперед Уйдем мы в землю, как вода Здесь будет жить другой народ Горят цветные фонари Легко под горку налегке И будут внуки говорить Здесь на китайском языке Жизнь проходит то полем, то лесом То застынет, то льется водой И сияет звезда Мерседеса Где-то рядом с Камлевской звездой Сейчас ее сняли, вы видели Наверное, на Большом доме И невиновен внешний враг Что все портреты Ильича Какой-то умный или дурак Сменил на Беркову Собчак И не прощает нам земля И грязью брызгает в лицо Пока на наших, на полях Тела необранных бойцов Тут просто делай по уму Чтоб не стыдился павший дед Что зверю страшному тому Сломал стальной его хребет Вот два предела естества От той судьбы, до той тюрьмы Наверное, хватит ликовать Пора, наверное, жопу мыть Извините, жесткие стихотворения Ну, главное, я говорю Главное терпение и оптимизм Терпение у нас достаточно Больше надо оптимизма Холодным осенним вечером Шел я домой к себе В Северное Чертаново И увидел под ногами Что-то блестит И это, ребята, была красная звездочка Вы представляете? У меня сразу настроение повысилось Потому что, вот, я не знаю Я сам, конечно, правоверный коммунист 87-го года разлива Нет, 78-го Вот, но, как бы Наверное, тут есть Наверное, все тут такие сидят Коммунисты Которых очень сильно Ласкала партия 80-е 80-е Ну, то же самое примерно Да Ну, не знаю У меня почему-то символика Союзского союза Вызывает определенные Положительные эмоции в душе Потому что это страна Которая ничего плохого Мне не сделала А даже наоборот Ну, не важно Давайте Просто песня Вот, прелюдия Я рассказываю Осень Северная Чертанова И маленькая звездочка На шапке Кто первым стал Того и будут топти Вот жизнь Обаятельная Суть Лишь и маленькая Звездочка На шапке Мне лучиком Указывает Суть Лишь и маленькая Звездочка На шапке Мне лучиком Указывает Суть Вот радости Источники Иссякли И лезет В репу Всяческая муть Но тихо Шепчет Звездочка На шапке Давай, браток Прорвемся Как-нибудь Осколочек Времен Тоталитарных Где жизнь Была на диво Хороша Из бытия Частиц Элементарных Из коих Моя сделана Душа Не верящая В быстрый Крест На пузе И в то, Что день Вчерашний Только тьма Родившаяся Все-таки В союзе Любви, Веры, Чести И ума Над нами Жизнь Свирепствует Как водится Кого-то Полу А кого-то В лоб Но я уверен Все же Распогодится Тем, кто Сберег Ее лучей Тепло Я никого Друзья Не укоряю Как уроженец Этих самых Мест Я только Тем друзьям Не доверяю Кто быстро Променял Ее на крест Хранится В ней На зло Стараньем Новым Что родина Считалась Для меня Таджикистан Армения Молдова И Крым И Украина Ни Чеченя Мы не страдали Тягой К коммунизму С уму Не избегали И тюрьму Под нею Мы свои Прожили Жизни И в общем-то Ребята По уму Под нею Совершали Мы победы И вражеские Били Миражи Под нею Моего Прервалась Деда Коротенькая Воинская Жизнь Над нами Жизнь Свирепствует Как водится Кого-то Полу А кого-то В лоб Но я уверен Все же Распогодится Тем, кто Сберег Ее Лучи Тепло Кто первым Стал Того И будут Топти Можно хлопать Вот в жизни Обаятельная Суть Лишь Маленькая Звездочка На шапке Мне лучиком Указывает Путь Вот радости Источники Иссякли Конечно В жизни Все решают Папти И знаем Мы Конкретно Кто Почем Лишь Маленькая Звездочка На шапке Мир Освещает Тонень Тим Лучом Лишь Маленькая Звездочка На шапке Мир Освещает Тонень Тим Лучом И пошли Драться Дальше После этой Песни Дорогие друзья Ну я свою часть Заканчиваю Наверное Уже хватит Кричать Всякие песни Полковник Агыша Ну давай Давай Хорошо Совсем недавно Состоялось Дорогие друзья Праздник 2 ноября Если помните Был день рождения Одного из главных Управлений Генерального штаба Нашей замечательной Великой Советской Российской Армии Вот И вот песня Которую я сейчас По указанию Моего боевого Товарища Антона Алексеева С пою Была написана В далеких 90-х годах Когда нам платили Зарплату Один раз в 4 месяца Вот А поюк давали всегда Я помню Нам давали 8 банок Тушенка Монтана Помните Была такая здоровая Итальянская тушенка Потом по телевизору Показали сюжет В котором сказали Что в тушенке Монтана ПДК Канцерогенов В 10 раз выше Чем нужно После этого Нам стали давать 2 банки Тушенка Вот Ну а песню Которую я сейчас Пою Да ладно Я все равно Не умней Некрасив Спасибо Стоя Пора уже Ну и за женщин Чтоб два раза Не встал Спасибо 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 Ребята Спасибо Метод Служу Советскому Союзу По преданию Эта песня была В общем Эту песню У меня взял мой друг Стас Шубин Который служил В это время Главное оперативное управление И они ее там пели На разных праздниках У них праздники Каждый день происходили Там идешь по коридору Там карты лежат секретные И тут же ходят Полковники с бутылками Которые празднуют Чего-нибудь празднуют Они То 8 марта То 23 февраля Вот Ну вы знаете Да Замечательный Гоу наш Прекрасно И вот По преданию Они эту песню Пели-пели-пели-пели И допелись В конце концов Товарищ Квашнин На одном из коллегий Министерства обороны Сказал Что вот у нас уже солдаты То есть офицеры Поют Про то что денег Ни хера у нас нету Значит Надо что-то с этим делать Ну Ладно У полковника ГШ Нету денег Ни шиша Хоть как кардами С нашивками Блестит Он уверенно идет Там где в метро Бесплатный вход А в кармане ветер Весело свистит Можно матом по врагам Демократам и долгам По Ночфину По Минфину И Чечне Ну пройдет минуток пять И начнут судеть опять Мысли грустные В военной голове У полковника ГШ На работе кореша Сейф коричневый Да стол чего грешить Спирт во фляжке питьевой Да куст ушел Типыковой Все что нужно Для израненной души А где-то город Кандагар И на стволе Густой нагар И вертушка Над зеленкой Юлиси Сколько он прошел засад Сколько вывел он ребят А из последней Что-то долго не уйти А из последней Что-то долго не уйти А он не верит Не в приметы Но дома держит Парк-билет Он нужен был Тогда в то лето А вот сейчас Как будто нет И винить-то здесь кого Да себя же самого Кто же думал-то Что все пойдет Вот так Что вот так Ценить начнут И этот самый Радный труд И червонец Превратить свой В пятак У полковника Гэша По ночам болит душа Доля от курева Долит веселых дум У полковника Гэша Нету денег ни шиша Слава Богу Хоть остались Честь до ума Совесть пропили Слава Богу Хоть остались Честь до ума А он не верит Ни в приметы Ни в политический Кардебалет Он нужен был Стране Советов А вот Чубай Сам вроде нет Он нужен был Тогда в то лето А вот сейчас Как будто нет Спасибо Спасибо Ну Нормально Чигет Чигет я не помню Я уже не могу Я уже Ну Дорогие друзья Я хочу несколько Смешных стихотворений Вам прочитать Я петь их не буду Уже Чтобы время сэкономить Вот из той же самой Оперы Если помните Замечательные 90-е годы Принесите мне рюмочки Я тоже хочу Я хочу за вас выпить теперь Оля Вы меня простите Я хочу выпить за Непонятных людей Вот Не Вот сейчас Вот Принесет Этот самый Награжденец Сейчас принесет Дорогие друзья Хочу Пользуясь случаем Давай Не надо Спасибо Поставь Братцы Я хочу выпить сейчас Да Хочу выпить за вас Большое вам спасибо Потому что Вы знаете На самом деле Вот эта Батальонная разведка Это на самом деле Больше чем просто песни Это ведь Жизнь наша Которую мы прожили Хорошо ли Плохо ли Решат Решать уже вам Раз вы пришли Раз кусочек своей жизни Нам подарили Значит Значит что-то в этом есть Да Николаевич Я хочу за вас Я хочу за вас выпить За наших Замечательных Слушателей Вот За Юру За Мишу За Олю За всех Ребят Спасибо Что вы приходите Надеюсь Что 13 декабря У нас будет Следующий Эпохальный концерт В музее На Лубянке В подвалах Лубянке Придет Народу Немножко побольше Но я не жалуюсь Я просто Хочу за вас Плагодарить вас Спасибо Ребят Ваше здоровье Если помните Был такой Хавьер Солана Это был Генеральный секретарь НАТО Вот Ну и вот Его все время Показывали по телевизору Я как-то ходил И вы в это время Как раз заплату не платили Алексеев Помолчи Две секунды Хотя бы Такое впечатление Что у вас на 11 И вам рты все закрывают Поэтому вы там молчите А сейчас ты пришел И наконец есть возможность Поговорить Сейчас Приходи Хавьер Солана Забери меня В свой плен Ведь Минфин наш Как ни странно На меня Забыл совсем Не дает нам Ни зарплата Ни матпомощи Ни пайка Люди гляди на солдата Пальцем крутят у виска Для тебя Хавьер Солана Смотр устроим строевой Отофрем до блеска краны Как в гостинице Совой Хочешь водки Хочешь чаще Будет все как у людей Может у тебя есть дача Недостроенная где Мы поможем Бога ради Материалам и людьми Только ты хороший дядя В плен пожалуйста возьми Ты Хавьер Веселый парень Как наш шапошников Е Мы тебе медаль подарим А захочешь сразу две В честь бы этого Напиться с мужиками С гаража Будем вместе Веселиться Хохотать и руки жать Ну а если не захочешь В плен меня Забрать тогда Ты об этом сильно Очень пожалеешь Скоро брат Не до смеху будет Хлопцы Всем брюсирским господам Потому как мне придется В плен тебя забрать тогда А у нас уж извините Это же ваши все труды Демократия в зените Нет ни света Ни воды Вот тогда Солан Хавьера Будешь на себя менять Ну какого братца и хера Добрым я словам не внял Ну офицеры Еще одна Дорогие друзья Кто хоть раз в жизни Комиссию Встречал и проводил Поднимите руку пожалуйста То есть Через кого комиссия проходила Спасибо Ну офицерики несчастные Ужок Андрашка вас пробьет Ужок амиссия ужасная Зубами клацая идет Неотвратимо приближается Большим асфальтовым катком И все живое ужасается И видит схрон под потолком Там где проходит член комиссии Там ничего не уродится Там травы засыхают с листьями И падают на землю птицы Кто кипятком от страха писает Кто от него же жидким серит Ужасней браться чем комиссия Нет во вселенной этой зверя Бьют долг и честь полбу копытами И мужа стихо подвывает И при грешении позабытой Из бездны памятью всплывают Приходят мысли беззаветные Суровой совести укором Как ты листочки совсекретные Откасал, таскал в штанах по коридору Как в пропуск уронил на лестнице Что ж дальше родину продать И душит жизнь за жизнь бесчестную И душит стыд за жизнь бесчестную И не дает спокойно спать И плачешь ты Простите граждане И сопли локтем утираешь Заболеваешь язвой страшной И вас в тех муках помираешь Военный, чтобы в лето Многие иметь здоровье спецназа Ты выполняй все пункты строги От 010 приказа Еще одна Сейчас я заканчиваю уже Грустно мне, товарищи, и страшно В ужасе кружится голова На полу секретная бумажка А на ней секретные слова Это раздолбай какой-то страшный Не хранит заветы октября И списал секретными бумажку А потом вот взял и потерял Лето мне теперь уже не лето И не лезут в горло пироди Потому военные секреты Будут знать коварные вради И узнают в творческом угаре Коды наших кодовых дверей И узнают, кто у нас татарин И узнают, кто у нас еврей И другие штуки все и штучки Как КамАЗ, к примеру, заводить И размер секретчика получки И размер жены его в груди Пьют ли спирт, который льют в ракету И где в Волде водятся самые Ну и как зовется баба эта Ту, что называют мать-пузьмы Сколько у Аки машина такая маленькая Сухая масса И чем нашу совесть разбудить В общем, все узнают Папуасы И начнут немедленно вредить И опять начнется перестройка И придет нам Лысый Горбачев И опять мы полетим в помойку Хлопая в ладоши горячо За отчизну ничего не страшно Выдержим и холод, и жару Подниму секретную бумажку И ее немедленно сожру Мирными останутся ракет Рассветы Не подвластны всякой суете Потому как родины секреты Спят в моем военном животе Ну вот, дорогие друзья Собственно говоря, моя часть закончилась Я хочу спеть песню, посвященную вам всем Которую не устаю петь Вот уже Девятый год Была написана Долетим и туманным В 2001 году Десятый год уже, да, получается Сейчас же 2011 Я с этой песней Меня с этой песней занесло На фестиваль имени Грушина Когда он был еще один Вот И повинуясь указаниям Мишки Грушина Я Ходил по сценам Пел разные песни И записался в конкурс В котором участвовало 492 человека То есть Умом Россию не понять И как-то так получилось Что вот эта песня Председатель жули Вадим Владимирович Егоров Мой друг После Я его встретил Он шел После ужина Добрый Пушистый Он сказал, что Увидел меня и сказал Мы тебе дали Звание лауреата Не за то, что ты полковник А за то, что песня получилась Хорошая Я был как Ардекаска И плюмажем Я ложкой был В позавчерашних щах Я разгребал Чернобыльскую сажу И белый дом То брал То защищал Входил в Берлин Паншер И город Грозный Тонул в подлодках Вылетал в туман Я доводил порой Хоть было поздно Идеи всех Главкомов до ума Я начинал Я начинал Когда вовсю пылало И об успехе мог лишь доложить Из состояния полного Врала Вот в жизни мой естественный режим И ощущение риска Так знакомо Когда у прочих валятся штаны Но я боялся танков И парткомов Гораздо меньше Собственной жены Мои закаты Мои рассветы Чечня, Баку И целина И бам Зима и осень Весна и леда Моя веселая Военная судьба Идет любая вещь На три-четыре Из-под моей Бестрепетной руки Я мир оберегаю Во всем мире А также рынки Стройки И ларьки Я был макушкой И спиной И шеей Уж, миль, пардон Имеем то, что есть И пусть бывает Денег не имею Зато пока еще Имею честь Мои закаты Мои рассветы Мои готовности В дымовых клубах Зима и осень Весна и лето Моя веселая Военная судьба Я был Кокардой каской И плюмажем Я ложкой был В позавчерашних щах Я разгребал Чернобыльскую сажу И белый дом Добрал Кто защищал Придут к кормушкам Новый мессия И время вытрет Наши имена Я был таким же Как и ты, Россия Я был таким же Как и ты, страна Я был таким же Как и ты, Россия Я был таким же Как и ты, страна Мои закаты Мои рассветы Мои готовности В дымовых клубах Зима и осень Весна и лето Моя веселая Военная судьба Зима и осень Весна и лето Моя прекрасная Военная судьба Все Дорогие друзья Значит А сейчас будет Основная часть Нашего концерта Правда, где эта Основная часть Я не знаю Она куда-то ушла А куда? А давайте пока Деньги снижим Давайте 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 Сейчас, дорогие друзья Основная часть Нашего концерта Сбор денег Вот вы слушали Теперь за это нужно